Телефон 8 800 775 1717, я напомню, номер телефона 8 800 775 1717, и там по этому телефону можно получить психологическую помощь, а также всю ту информацию, которую Министерство по чрезвычайным ситуациям располагает к этому часу. Что и вот по последним данным, которые приводит опять же МЧС, сейчас существовали разные данные, разные цифры погибших назывались, но вот судя по последним данным, 50 все-таки человек погибли, все, кто находился на борту, это 44 пассажира, 6 членов экипажа. Что стало причиной, почему самолет взорвался при посадке, пока никто сказать не может, естественно, этим расследованием этого ЧП займется Международный авиационный комитет, сейчас уже его эксперты работают на месте событий, и сейчас уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вот сейчас давайте послушаем, что нам несколько минут назад рассказал официальный представитель Росавиации Сергей Звольский. Сейчас давайте все-таки послушаем, что Сергей Звольский нам, официальный представитель Росавиации, заявил несколько минут назад. Ну, к сожалению, мы не можем сейчас вывести в эфир те данные, которые нам озвучил официальный представитель Росавиации, поэтому расскажем то, что знаем мы, судя по тем сообщениям, которые поступали по лентам информационных агентств. В 19 часов 25 минут произошла катастрофа, рейс выполнялся из Москвы в столицу республики Татарстан. Как нам несколько раз сегодня заявили, что погодные условия вряд ли могли послужить причиной того, что произошло. Причин, как обычно в таких ситуациях указывают рабочих две, это возможный отказ техники или это могла быть ошибка экипажа. В чем, вот, например, заслуженный летчик России Магомед Явлоев очень сильно сомневается, потому что в нашем эфире он сказал, что пилоты были очень опытные. Ну, сейчас мне режиссер подсказал, все-таки можем поставить официальный комментарий представителя Росавиации Сергея Извольского. Давайте послушаем его информацию. Сегодня в 19 часов 25 минут по московскому времени в аэропорту Казань при попытке ухода на второй круг самолета Боэн 737-500 авиакомпании Татарстан, следовавшего рейсом из Домодедова в Казань. Самолет столкнулся с летным полем аэродрома. На борту самолета находились 44 пассажира и 6 членов экипажа. По данным, которые поступают с места событий, все находившиеся на борту погибли. Это 50 человек. Сейчас создаётся комиссия Международного авиационного комитета для расследования всех обстоятельств и причин данной катастрофы. В состав комиссии будут ходить специалисты Росавиации, Росфранцнадзора. На месте авиационного происшествия сейчас работают аварийно-спасательные бригады. Аэропорт закрыт. Он не принимает и не отправляет воздушные суда. Пока что там работают специалисты, которые будут останавливать все причины произошедшей катастрофы. Словить сейчас о причинах катастрофы преждевременно будет работать специальная комиссия, стоящая и совители МАК, и Росавиации. Только после того, как будут обнаружены так называемые черные ящики, бортовые самописцы, мы сможем с точностью говорить о том, что послужило причинами катастрофы. На данный момент все выдвигаемые гипотезы являются только гипотезами. Самолет заходил, по нашим данным, на второй круг один раз. Сформация о том, что он делал это три раза, не соответствует действительности. В первоначальном данном Росавиации заход на второй круг самолет выполнял единожды.